Так, ну что же, почти 8 часов утра, мы снова на вокзале, еще одна поездка в Тулузу опять нужна, я думаю, в этот раз я уже подробнее сниму. На самом деле был уже один ролик про Тулузу, ну точнее ролика как такового еще не было, я снимал, была поездка у меня не так давно, я снимал, но там мало снял, еще не смонтировал, я вот не знаю, может быть теперь объединить это все в одно, может быть отдельно сделать, пока еще в раздумьях, посмотрим, что я сниму в этот раз. Мы едем, это опять-таки будет интересно тем, кто собирается эмигрировать, либо уже находится здесь не так давно. В общем, еще одно заведение, которое нужно будет обязательно посетить при эмиграции, там медосмотр, и вы получаете самый важный контракт, в котором, собственно, вот в этом заведении, Овпра называется, в этом заведении вам и дадут направление на те курсы ролика, которых был совсем недавно. О интеграции во французское общество. Тут будет то же самое примерно, я постараюсь снять, если, ну, сомневаюсь, что там можно снимать, но если будет возможность, я чуть-чуть подсниму. Так, один из поездов наших, спускаемся, чтобы перейти на ту сторону. Артур, держись за железку, капаешь как герой. Ну, вот, кстати, едем севернее, посмотрите уже, какая разница, сколько здесь снега. Красота. Только что проезжали, не успел камеру достать. Там такой лесной участок был, с одной стороны елки, с другой стороны просто лес, деревья, такая красота. Все в снегу, прям как сказочное. Как сказка. Это сейчас городок под названием Кап Верн. Не знаю, большой, маленький, но зато снегу. Герези. Герези пальцы. Герези. 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 Продолжение следует... 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 смотрите на какую площадь здоровенную вышли круто тут даже концерт какой-то или что-то какое-то действие непонятное а это кстати макдональдс так сразу и не скажешь краун плаза отель тут есть вот это здание крутое капитоль тот самый я так понимаю в тулузе телевидение есть блин надо переезжать устраиваться на работу ладно идем дальше зашли вот там это площадь капитолий здесь зашли в улица рю де тор называется здесь нотр-дам-де-лур какой-то тоже есть интересный клевый и вот где-то здесь на этой улице должен быть магазинчик фигурочный его ищу блин ну как всегда дикий облом посетил меня далеко от этой конечно церквушки идти не пришлось вот он он liberty называется магазин который я искал а он закрыт какого-то черта забодали они все закрывать так я не так не играют интересно на такую церквушку еще набрели давайте зайдем посмотрим чё там внутри за красота но она большая наверняка там должно быть что-то серьезное он башенка торчит крутяк вау красота какая сзади у меня орган огромный ну как всегда эпик полнейший такие разные сувениры чеки у нее можно купить книжечки а вот она сама называется базилика сенсорные тут можно такую памятную монетку себе взять медальончик опять вам витражи не будет нормально видно они пересвечены сто процентов они такие красивые какой она здесь какая-то интересная стоит написано что она 1090 же тысяча девяносто шестом году сделано их 1953 отреставрирована выглядит клево только я не знаю для чего она приспосабливалась здесь похоже на то что в центре какая-то картина или что-то было коррест он тетенька левитировать собирается красиво хоть какая-то замена нашел статуэтку правда не из той серии которую я искал но все хорошо и бюсты здесь целый ряд бюстов каких-то григуар папа сэн григуар это мама видимо ладно плохая шутка санта агата если вы будете находиться во франции приедете в регион меди перины то вам быстрее всего тоже нужно будет сюда же идти в тулуз в общем остановка метро называется лаваш легко запомнит лаваш очень похоже на наши точнее может даже не наша но в общем знаю известное блюдо и вот она это здание беленько здание станция лаваш здесь немного от выхода метро буквально там 200 метров и вот она это здание афи вот она нам и нужно в общем-то туда мы идем вот она офис франции для миграции он это линта грации он дирекция территория аль от улюзе сонесси не знаю смотрите ориентиры может кому понадобится да тут просто станция лаваш и от нее чутко чутко пройти не трудно я в общем-то чё хотел показать вот стоит дырчик volkswagen продается надо кому ну такой не сильно халявный смотрите вот такие вот бумажечки они вставляют продается 96 года 147 тысяч пробег контроль типа окей и цена тысячу евро ну такое в принципе конечно вариант у меня многие спрашивали про машины вот вам пожалуйста за тысячу можно вот такую тарантайку купить но это такой себе я думаю можно и лучше найти конечно но в принципе если сильно если ну так внешне я бы не сказал что у нее супер классное состояние хотя может быть у нее там с движком все все чудесно чуть-чуть она такая потрепанная но зато хоть час покупать а вот в этом зале происходит а вот в этом зале происходит первое действие на этом теле показывают фильм минут 30-40 и все его вот здесь сидят смотрит сейчас уже закончилось все это дело к сожалению мне туда не удалось попасть а жена она не сняла особо то может пару секунд вот в этом зале сначала смотрите фильм на французском языке хотя при этом там можно выбрать другие языки есть и русские и китайские португальские и все практически но смотрят все равно на французском в принципе потом вот сейчас мы ждем по большому счету может и можно посмотреть на русском но не факт вот ну не знаю потом вы выйдете туда на медицинское обследование и там еще с обезьян в общем сейчас жена выйдет наверное я прямо у нее маленькое интервью возьму как раз вы просили чтобы она что-нибудь вам тоже рассказала то мы сейчас в на вокзале касса вот это касса так выглядит вот такой талончик берете и на телике смотрите свою очередь и когда высвечивается ваш номер тогда подходите к освободившейся кассе таким образом очередей нет как видите по одному человечку остальные все могут сидеть и ждать или стоять или что хотеть то и делать в общем талончик компостируем таким образом вот в этих желтых фигнюшках все один есть там возле когда вы в поезд ходите нет никаких вожатых тетенек никто ничего не проверяет поэтому здесь нужно закомпостировать его и потом уже просто садится а уже по ходу когда вы едете то может на любой остановке пройти контролеры проверить ваши билеты то есть многие наверно спросят но немногие некоторые наверное спросят можно ли зайцем проехать в принципе да но только не на большие расстояния и нужно примерно знать где контролеры проходят а где редко зрители интересуются почему жены моей александры так мало в роликах компенсирую интервью расскажи нам пожалуйста что ты делала только что в офию этом заведении что тебе там делали и погромче желательно я прошла медицинский осмотр сделала кардиограмму легких поговорила с медсестрой с врачом потом прошла маленький тест на беременность нет на всех это интересовало не беременна ли я все письменный маленький письменный тест ну на беременность я же говорю еще там смотрели мульт мульт мультик о кино про францию называлась вивр ансамблям франции коротко все на этом все закончилось подписала какой-то контракт специальный который подписывают все кто все иностранцы которые приезжают во францию прошла маленький письменный тест на знание французского языка абсолютно простейший написать дату пару слов и выдаются направление на 4 как это называется 4 4 4 рандеву на курсы по опять познанию языку профессиональные ну что надеюсь вы довольны ну что мы приехали много ли мало ли хорошо ли плохо ли решать вам на этом все поездка наша закончилась что смогли то показали что смогли то рассказали надеюсь вам понравится а если понравится то дико буду благодарен за всякие там репосты пальцы вверх ну и всякое такое все всем спасибо всем пока